Бюджет принят. Сегодня депутаты Златоуста проголосовали за принятие основного финансового документа в соответствии с которым город будет жить в грядущем 2015 году. Все статьи доходов и расходов депутаты неоднократно рассматривали на профильных комиссиях. В итоге за сформированный документ парламентарии проголосовали единогласно. Сегодня на собрании депутатского корпуса присутствуют руководители всех ведомств и муниципалитета. В повестке дня очень важное голосование. Парламентариям предстоит утвердить или опровергнуть главный финансовый документ города, над которым несколько месяцев работали специалисты администрации. Вниманию народных избранников представлен проект бюджета Златоустовского городского округа на 2015 и два последующих года. Основным источником доходов городской бюджет по-прежнему остается налог на доходы с физических лиц. В целом это чуть больше половины Златоустовской казны. Бюджетная казна в 2015 году составит 3 млрд 264 млн рублей, а это на 4% выше 2014 года. Большая часть, 88% бюджетных средств будет традиционно направлена на инвестиции в человека. Это расходы на образование 1 млрд 772 млн, на социальную политику 970 млн, культура 127 млн рублей, на здравоохранение уйдет 50 млн рублей, на физкультуру и спорт 11 млн. Расходная часть бюджета округа обозначена в сумме 3 млрд 327 млн рублей. Это на 63 млн рублей больше, чем доходная. А значит, бюджет будет исполняться в условиях дефицита. Разницы между доходами и расходами пугаться не стоит, уверяют специалисты. В 2014 году бюджет тоже был дефицитным. Кроме того, областные финансовые планы на будущее также рассчитаны в условиях дефицита. Как и в 2014 году, недостаток будет восполняться за счет внешних вливаний, в частности, благодаря участию в областных и федеральных программах. Участие в программах позволило нам привлечь свыше 50 млн рублей на реализацию данного проекта, как газификация. Это здорово. Также это и капитальный ремонт дорог, также это капитальный ремонт многоквартирных домов. Это все участие в областных программах. Депутаты внимательно изучили каждый пункт предполагаемых городских трат. Отмечено 33 вопроса, которые не вошли в бюджет округа на 2015 год. Их финансирование планируется за счет дополнительных средств или при участии областного и федерального бюджетов. У нас проблемы есть. Мы их будем решать. Вот это мы решим сами. Вот это мы часть решим. Здесь нам нужно помочь. Но главное обязательство бюджета перед детьми и стариками мы выполним в любом случае. В итоге голосования депутатами принято единодушное решение. Главный финансовый документ города принят. Он социально ориентирован и соответствует основным пунктам стратегии 2020. В 2015 году наряду с исполнением этого бюджета будет усилена работа по привлечению дополнительных доходов, а также продолжится взаимодействие с областными и федеральными уровнями финансирования. Такова стратегия развития округа на ближайшие годы.